планета земля это наш дом а солнечная система это наш космический двор но насколько хорошо мы знаем этот свой космический двор насколько хорошо мы изучили самые дальние темные уголки этого двора удивительно но может оказаться так что в этом нашем дворе есть куча вещей о которых мы ничего не знаем и сегодня некоторые астрономы считают что наша солнечная система может скрывать невероятную тайну затерянную девятую планету каких только слухов и конспирологических теорий не ходит вокруг нее мол это некая мифическая планета нибиру где живут не менее мифические анунаки наверное эти мифические теории рождаются от того что спустя полвека исследований мы все еще недостаточно изучили наш космический двор маргинальной же теории нибиру это некая мифическая странствующая планета которая находится непонятно где в солнечной системе и каких-либо научных работ подтверждающих существование нибиру нет как в астрономии так и в шумерологии а упоминание нибиру в месопотамских табличках отрывочны и связаны с богом мордуком что собственно и дает повод для разных толкований астрономические ассоциации также затруднены тем что расположение звезд 3000 лет назад отличалась от современного например те времена полярной звездой был тубан звезда в созвездии дракона вавилоняне хоть и ассоциировали нибиру с мордуком но относили ее к планете которую мы сегодня знаем как юпитер но вавилонской астрономии нибиру является еще и техническим термином которые они использовали для обозначения высшей точки эклиптики другими словами точки летнего солнцестояния все планеты нашей солнечной системы вращаются вокруг солнца 4 каменистые планеты два газовых гиганта и два ледяных гиганта за восьмой же планетой нептуном расположен загадочный пояс койпера это обширный регион почти три миллиарда километров в ширину где бесконечное количество осколков льда и камня плавают во тьме и совсем недавно на внешнем краю пояса койпера астрономы обнаружили признаки чего-то огромного и загадочного присутствия самым знаменитым объектом пояса койпера является плутон не так давно его считали планетой но сейчас он считается карликовой планетой и самым крупным объектом состоящим из-за льда и камня орбита плутона выходит далеко за пределы и погружается глубже пояса койпера но здесь есть ряд объектов орбиты которых еще невероятней это малые планеты находящиеся за поясом койпера их называют плутидами или ледяными карликами например этот ледяной мир по имени седна она была открыта в 2003 году седна совершает полный оборот вокруг солнца за 10 тысяч лет на расстоянии в 130 миллиардов километров от звезды астрономы говорят что орбиты таких объектов настолько невероятны что просто обязаны скрывать некую другую силу сегодня ученые задаются вопросом может ли гравитация некой огромной девятой планеты влиять на поведение нептуна и седны а также на осколки замерзшего камня льда в поясе койпера в калифорнийском технологическом институте в посадении ученые моделируют орбиты пояса койпера с помощью суперкомпьютера для того чтобы найти принцип хаотичных орбитах объектов поясе койпера ученым необходимо исключить влияние притяжения нептуна потому как этот большой ледяной гигант вращается ближе всего к поясу койпера на самой модели солнечной системы изображены самые отдаленные объекты пояса койпера но что интересно все их орбиты смещены почти в одном направлении и в пределах солнечной системы они вращаются почти одинаково ученые ломают голову как может быть так что лишь одна гравитация нептуна оказывает влияние на странные орбиты этих объектов они думают что такие странные орбиты можно объяснить только влиянием девятой планеты в солнечной системе астрономы говорят о том что гравитация нептуна действительно влияет на поведение объектов поясе койпера но их орбиты смещены так что влиянием только одного нептуна это объяснить невозможно там должно быть еще что-то и причем весьма большое новая планета солнечной системы стала бы сенсационным открытием если 9 планета действительно существует то в этом случае можно предположить что она такая же большая как земля или марс это должен быть ледяной мир окруженный слоем водорода и гелия астрономы предполагают что если эта планета существует то она может находиться примерно в 150 миллиардах километров от нашей планеты а полный оборот вокруг солнца она совершает за 13 тысяч лет для того чтобы понять как такая большая планета может существовать так далеко от своей звезды мы должны понять как образовалась солнечная система примерно 5 миллиардов лет назад вследствие термоядерной реакции наше солнце зажглось громадным огненным шаром вокруг новорожденной планеты образовался огромный газопылевой диск примерно 15 миллиардов километров в ширину но еще без следов каких-либо планет образование планет начинается с очень маленьких частиц пыли эти частицы благодаря незначительной гравитации сближались сталкивались и склеивались далее под воздействием нарастающей гравитации эти комки склеенной пыли становились все больше и больше притягивая к себе все больше и больше материала это что начиналось с маленького шарика пыли постепенно превращалась в огромный каменный шар если брать масштабах космоса то образование нашей солнечной системы произошло довольно быстро примерно от нескольких сотен миллионов до одного миллиарда лет пока облака межзвездного газа и были не превратились в набор молодых планет о солнечной системе нам известно многое но многого о ней мы пока еще не знаем например существует целый ряд теорий о том как в солнечной системе появились планеты газовые гиганты но как именно они появились мы пока не знаем и ученым нужно найти ответы на эти вопросы если они хотят понять откуда взялась девятая планета астрономы считают что ответы на эти вопросы может дать молодая солнечная система типа эйчель тельца находящаяся на расстоянии четырехсот пятидесяти световых лет от земли с помощью большой антенной решетки что в сокора штат нью-мексико астрономы пристально всматриваются в нее эйчель тельца это звезда которая очень похожа на наше солнце но с одной большой разницей ей всего один миллион лет это молодая звезда и вокруг нее вращается огромный диск газа и пыли диаметром в 30 миллиардов километров в будущем примерно через два или три миллиарда лет эйчель тельца может стать планетарной системой из кольца пыли эйчель тельца может образоваться солнечная система похожа на нашу но наблюдая за диском газа и пыли вокруг этой молодой звезды ученые неожиданно поняли что на том расстоянии на котором якобы находится девятая планета нет достаточного количества материала для ее образования весь фокус заключается в том что чем дальше от звезды тем материал диски становится холоднее и как следствие он обладает меньшей плотностью это значит что образование планеты на таком удалении от родительской звезды становится невозможным исследования ученых позволяют определить где образовались большие планеты эти исследования показывают что орбита девятой планеты находится далеко за пределами образования больших планет но тогда как она могла туда попасть наша солнечная система не всегда была такой какой мы ее знаем сегодня в далеком прошлом около трех миллиардов лет назад в нашем дворе происходили совсем другие процессы а полеты межпланетных аппаратов неисследованным миром показали что солнечная система могла измениться больше чем мы предполагали ранее пояс астероидов расположены между марсом и юпитером это остатки строительного материала состоящие из камней льда некоторые шириной в несколько километров которые некогда дали жить всем твердотельным планетам солнечной системы волшебные знаки сверхъестественное знамение и более того такие глыбы сталкивались и создавали планеты в том числе и нашу возможно они смогут дать ответ как получилось так что девятая планета оказалась так далеко от солнца сегодня астрономы исследуют два самых крупных объекта пояса астероидов весту шириной 530 километров и цереру которая достигает в ширину 950 километров и содержит примерно треть всей массы пояса астероидов возможно этот мир так и не ставший планетой сможет объяснить как получилось так что девятая планета оказалась так далеко от солнца ведь веста и церера 4 миллиарда лет назад могли стать полноценными планетами но этого почему-то не произошло их рост внезапно прекратился церера мир усеянный кратерами но под ее поверхностью скрывается океан замерзшей воды астрономы предполагают что внутри этой планеты карлика ее может быть больше чем запаса всей пресной воды на земле когда солнце нагревается рэру лед начинает испаряться оставляя на поверхности следы минералов которые видны в виде белых пятен а это признаки того что в церере спрятано больше воды чем кажется на первый взгляд такое количество замерзшей воды вблизи от солнца стало для ученых настоящим сюрпризом но более всего исследователи были удивлены составом цереры выяснилось что в состав этой карликовой планеты входит аммиак аммиак это довольно распространенное вещество на земле но как он мог оказаться в этой части солнечной системы известно что аммиак как и вода может замерзать и превращаться в лед но в нашей солнечной системе аммиак замерзает при более низких температурах и на гораздо большем расстоянии от солнца чем пояс астероидов а настоящее расположение цереры слишком теплое для того чтобы аммиак мог здесь замерзнуть значит это могло произойти при более низких температурах возможно даже за орбитой нептуна вполне возможно что она образовалась там где было холодно чтобы включить свой состав аммиак а со временем гравитационные толчки других планет переместили цереру туда где она находится сегодня но как получилось так что гравитация других планет могла передвинуть планету карлика почти через всю солнечную систему астрономы говорят что планеты могут мигрировать они рождаются в одном месте а затем переезжают в другое например так когда-то сделал юпитер переехав во внутреннюю часть солнечной системы и вот выясняется что за 4 миллиарда лет своего существования солнечная система пережила удивительные превращения а причиной всему послужил юпитер сегодня ученые считают что юпитер масса которого 300 раз превышает массу земли когда-то совершил невероятное путешествие по солнечной системе когда-то когда солнечная система была еще совсем молодой этот гигант приблизился к ее центру и притащил с собой цереру а возможно и вовсе она когда-то была спутником юпитера но потом при миграции гиганта и под воздействием гравитации других планет оказалась в поясе астероидов но может ли такая громадная планетная миграция означать и то что у нас во дворе есть затерянная планета сегодня астрономы ищут больше доказательств того что наша солнечная система пережила значительную миграцию планет и даже есть такие астрономы которые считают что наша система в процессе миграции потеряла не одну а несколько планет вращаясь вокруг своей звезды планеты немного ее раскачивает и астрономы изучает свет таких звезд чтобы определить степень их раскачивания в свою очередь это позволит определить размеры и орбиты планет спустя годы наблюдений астрономы обнаружили что большинство твердых планет вращается вокруг далеких звезд значительно ближе чем земля они примерно в 10 раз превышают размеры нашей планеты и поэтому получили название супер земли эти гиганты не похожи на планеты солнечной системы а их плотная атмосфера из гелия закрывает расплавленную каменную поверхность благодаря близости к своим родительским звездам эти планеты плавятся в их звездной радиации и больше похожи на преисподние чем на обитаемые планеты они могут показаться необычными но сегодня супер земли не исключение а правило большинство планетных систем имеет супер земли тогда возникает вопрос почему у солнца нет ни одной супер земли и может ли отсутствие супер земли как-то влиять на нашу недостающую планету некоторые астрофизики говорят что миллиарды лет назад вокруг нашего солнца могли вращаться гигантские супер земли которые были примерно в 10 раз тяжелее земли хорошо если в нашей солнечной системе была хоть одна супер земля то куда она делась некоторые ученые считают что во всем виноват опять-таки юпитер четыре с половиной миллиарда лет назад зарождающийся и неустойчивой солнечной системе молодой громадные горячий юпитер как бульдозер прошелся по еще до конца не сформировавшимся молодым планетам срывая одни планеты со своих орбит а другие толкая к солнцу таким образом если вокруг солнца и вращалась супер земля то она могла сгореть в тогда еще молодом солнце или же быть выброшены в самые дальние мрачные и холодные задворки солнечной системы астрофизики говорят что может быть это и необычная версия но по крайней мере она объясняет то почему во внутренней солнечной системе нет супер земли раскачивание юпитера отправила сатурн нептун и уран на их теперешние орбиты точно также юпитер мог вытолкнуть девятую планету на самый край солнечной системы это переселение могло превратить ее в очень холодный замерзший призрачный мир тихо плавающий в межзвездном пространстве таким образом это девятая планета могла оказаться от солнца так далеко что теперь ее холодная атмосфера состоящие слоя водорода близко к абсолютному нулю по кельвину или минус 270 градусов по шкале цельсия под ним находится толстый слой гелия который создает настолько высокое давление что он превращается в твердый лед согласно расчетам астрономов девятая планета если она существует то находится на расстоянии в тысячу раз дальше от солнца чем земля астрономы говорят что найти девятую планету будет очень трудно так как она невероятно тусклая и на этом могут уйти годы но если эта планета существует то ученые надеются увидеть ее если же астрономам это удастся то это открытие перевернет всю астрономию так как в одночасье солнечная система окажется большей исследователи приближаются к своей цели в историческом поиске гигантского замерзшего мира обитающего вдали от жаркого солнца существует ли девятая планета если жизнь где-то там без крайних просторах вселенной этого мы пока не знаем но мы знаем точно что жизнь во всем своем разнообразии есть на маленькой планете незначительной звезды и пока наш двор освещает этой звезда и в нашем доме есть жизнь берегите себя и своих близких и не забудьте подписаться на наш канал ведь у нас будет еще интереснее не забудьте подписаться на наш канал все же новые видео far earners и Продолжение следует...